ребят всем привет мы сегодня опять приехали сыном приехали на карасевую рыбалочку у нас уже была тестовая рыбалочка пробная с этого места так приехали честно говоря не думали что мы здесь что-то слоем мы словили даже такой маленький отчётик удалось записать ну как бы карасик проверили карасик клюет сегодня уже централизованно приехали конкретно на карася чтобы его половить ну будем смотреть что будет получаться кстати на ночь были морозики это не очень хорошо сказывается на клеве кстати говоря но посмотрим как есть тут нам уже выбирать не приходится вот сын будет у нас сегодня по такому двойному плану будем сегодня работать сын будет ловить на кармачки сигнализаторы стоят три удилища три бланка на пуфики и на ты на пуфики да и на опарыш с мотылем и будем чередовать опарыш с мотылем то есть он себе закормил точку под три удилища так достаточно обширное место вот и в эту точку будет забрасываться так раз дистанция у тебя какая все вымеренные бланки по дистанции на 34 метра три естественно в закормленную точку а я буду сегодня ловить на фидер да сегодня первый раз за этот год за этот сезон достал фидер приехал уже с креслом все как положено вот мое место фидерная буду пробовать ловить на фидер карасика будем смотреть но закормились еще в сумерках так еще даже рассвета не было ну пока ни одной поклевки не было ни у меня не у сына у сына какой-то подергунчик был это может быть уклейка уклейки кстати море и в прошлый раз мы приезжали уклейка была где-то там подальше стояла масса ее а сейчас она стоит прямо под берегом прямо вот береговая линия вся в уклейке а тут может вам будет видно брошу кусочек корма не он сразу бурны пошли не знаю на эту камеру видно должно быть видно сразу кружки то есть ее тут немерено море и вся она под берегом стоит это хорошо может быть не будет мешать карасика ловить пока на точке у меня тишина так я ловлю на 42 оборота это примерно как у сына где-то 35 метров федорок я взял сегодня с собой 36 метра легкий такой на небольшие дистанции идеальный давайте наверно по прикормочке так в двух словах сегодня у нас rs чеснок такая фракция достаточно крупная раз чеснок карась немножечко пшеночки подварил вот частички так немного чтобы как бы и сыну было хорошо на кормочке забиваться но чтобы и мне пшеночка не мешала пофидырить потому что она такая более вязкая прикормка получается из кормушек плохо выбивается поэтому как-то так средний такой задел сделал средней вязкости и прикормку хорошо увлажнил чтобы она не полила потому что вода и немного уклейки и приманивать себе не очень хочется и выбирал прикормку именно чтобы не было семок чтобы не было именно вот вот этих частичек которые всплывают которые дают полевой столб более инертную прикормку делают чтобы она по максималке лежала на дне то есть кормушка падает и чтобы она не распылялась на дне сильно потом в прикормку добавил 200 грамм чесночного чесночного ароматизатора тоже rs как бы проверенная штука мы от резкий аром аромку всегда добавляли вот наши предыдущие карасевой рыбалки в том году поза том году поза поза том году хорошо в принципе работает аромка поэтому и сюда и бахнули такая ядреная чесночная прикормка получилось ну и ловить я буду сами видите опарика много красный белый и мотылик вот ну будем ловить пробовать то есть у меня будет фидер будем сравнивать если будет клевать надеюсь должно клевать по идее у меня будет фидерная рыбалка у сына кормочковая все ребятки будем ловить там уже наверно будем включаться по мере поступления поклевок и там еще расскажу может про оснастки про оснастки на кормочки как бы в прошлых видео рассказывал на нашем старом канале там достаточно подробно на новом тоже надо кое-что рассказать про них чтобы вы понимали что за кормочки как они работают их принцип вообще действия какие длины поводков но это будет чуть попозже все оставайтесь с нами ну ребята первый карасик прошло уже наверно около часа и вот у сына на чесночные куфики пожалуйста карасик такой неплохой я пока 3 уклеечки словил но поклевки красивые есть на фидер ну так меняю наживки то бутик опарик с мотылем то только опарик то только мотылик и на то и на то видно что бывает карасик поклевочки его есть но пока он очень так аккуратненько на фидер вот на кормушке более активно сына уже на кормушке вот это первая результативная поклевка так до этого у него было уже три поклевки то полностью опускает свингер тонус нам на опускание то есть рыба тянет кормушку сюда вот как-то так пока воем раскармливаю точку карасик поклевывает 1 будем смотреть что там будет дальше покуда поковал первого карася на второй клюнул ну как-то так видите 22 карасика подряд в лед считать у сына жара 3 поклевка кричит давай камеру у нас единственный косяк мы ребят чем дольше собираешься тем точно что-нибудь забудешь мы забыли сегодня подсакай и садок короче кобздец будем справляться таким макаром такой хорошенький жаровой в рот на чеснок клюет на чеснок работает . у сына у меня тишина пока тишина такие уклеечные поклевочки идут такое на фидер пока кармачки побеждают конкретно 3-0 правда 10 3 удочки они одна не один фидер но все равно тем не менее на кармачки видно что именно карась клюет и поклевки более такие четкие красиво и идем пока красиков пакет складываем что есть под рукой по старинке как в детстве хорошо солнышко спряталась так немножко тучками за ценула вроде как по прогнозу сегодня будет без дождя так что я думаю посидим я вижу что хороший загиб был у меня уклейка долбит просто на все подряд три опарыша четыре опарыша один мотыль хорошо хорошая подачи аккуратненько плавань это может фрикцион выставить ручь потому что здесь как бы шок-лидер у нас есть аккуратненько воде не подымай наверх хорошо хороший карась ну такой небольшенький но такой он такой круглый толстый уже какой-то наедены напитаны отлично 4 карасик все на чеснок ловится пока что ловится на чеснок а на пар с мотылем пока одна уклейка на точке ухты вот это был загиб мощный явно уклеечка подтягивает сейчас отдел три опарика все равно вот уклейка тягает был какой-то провал непонятно что может там на точке окунь пошел окунь здесь тоже есть достаточно хорош был провал вообще никого даже на мотыля на чистого забросы делал и тишина но сейчас вот опять пришла волна неважно какая какая наживка такой объем наживки клеет только уклейка 1 будем стараться дальше лет лет что сына какой пятый карась а я все уклейку дубашь уже уклеечек штук по 20 слове ну так даже не считал так примерно плюс минус плюс наверное давайте посмотрим что там тащим и заодно сейчас покажем оснастку кормочковую тух как сам почти на берег выскочил ну такой мелковатый жировой жировой карасик на чеснок видите на чеснок хорошо клюет и все на сладкое не не особо вот на чесночок вот раздражает его это может аппетиту как бы больше дает этот чеснок раздражающий такой острый получше клюет давайте наверное я сейчас отдельно оснастку у меня отдельно она еще лежит запасных пару штучек и давайте я вам наверное отдельно покажу уже не на удочки так ребят давайте по оснастке пройдемся сейчас так их развяжу вот ну то есть вот сорок сантиметров плетеночка идет кормушка по ней ездит но ездит она до второго крючка здесь как бы рассчитана на два крючка как бы делаю всегда с нас таки на два крючка вот такого плана то есть здесь карабинчик в конце потом бусинка вторая бусинка фидерная мягкая с мягкая с мягкого силикона потом кормушка ездит ездит до второго крючка к второй крючок крепится на две тоже такие бусинки ну как крепится фиксируется крючок между ними то есть чтобы вам было наглядно видно есть вторая бусинка вот съезжает и крючок между ними на карабинчике тоже катается ну естественно нам такое не надо мы просто для свободы немножко свободного хода кормушечки чтобы было еще как бы на поклевку чтобы рыбка не сразу чуть почувствовала крючок чтобы у него была возможность заживать а вот здесь на втором крючке желательно но не на всех у нас так стоит на некоторых крючок то есть бусинки ходят здесь у меня стоит грузильцы ну можно либо бусинку вешать которая стопорит эти два стопора резиновых потому что если поклевка идет на этот крючок на 2 если большой карась если мелкий такой до грамм 200 он засекается а если большой бывают поклевки на тебя и он вот эту вот бусинку стаскивает аж вот до сюда то есть ну понимаете почти в конец стаскивает и очень много из-за этого сечек то есть должен быть стопор то есть бусинка упирается резиновый стопор в эту бусинку у меня грузильцы 0 1 грамма обычная поплавочные тоже хорошо справляется и все идет засечка вот такая вот оснастка все пошел и лови дальше на фидер будет взмогаться с кормочками ну я сидел я сидел смотрите какая плотничка влетела класс такая хорошенькая цветастая блин яркая хорошая плотница не свойственна для этого водоема плотва здесь редко клюет что-то вроде все недолго пришлось ждать на пуфик чесночные хорошенький карасик как раз сейчас перекусывали активатор клёвого меня клюнула уклейка как обычно у меня сегодня кроме уклейки ничего не ловится но тусы на карась я что карасик ты сегодня карасевых дел мастер хорошо есть карасик но то хорошенький аккуратненько ну хорошенький такой поросенок плюет так подымалась тяжело аккуратненько выводи ну хорошенький поросеночек такой я не знаю хорошая но водит но по ходу наконец-то я карася слою до карась вот он это я его по моему я его забыл забагрил да заплавник ну заплавник ну медленно это он жрал кормушку медленно начал загибать мне qr наконец-то ребят мой первый карась это капец я его ждал целый день жесть но клюнул видите как я и сказал тогда вот как уклейка отошла все и вот эта первая поклевка наверно за минут 40 и карасик все-таки пришел карасик я же говорил он должен прийти только когда вот наконец-таки вот наконец-таки долго я его ждал ну что ребятки все закончили мы свою рыбалочку уже сложились солнышко уже близится к закату как видите по итогам рыбалки что фидер не выдержал нагрузки прессинга блин кромочков кромочки выиграли со счетом можно сказать сколько 10 10-1 и то я последнего карася как сами видели словил на фидер но на фидер подцепил тот же кормочок то есть снял кормушку снял поводочек повесил кормочок и в итоге я карасика словил ну на то и есть кромочки это карасевая снастка предназначенная ловить карася то есть как говорится на фидер можно и карася ловить ну на фидер можно и акулу ловить если захотеть но на каждую рыбу должна своя снасть быть ну как то так это мое мнение наше мнение скажем так ну и на практике все в принципе показал что тем более еще уклеечный водоем где уклейки много на фидер карася просто нереально слоить если на точке стоит уклейка ну в общем как то так давайте посмотрим утулов вот такие карасики такие неплохие сами видите ну и в принципе в процессе рыбалки мы все показывали так ну вот такой вот улов и в принципе даже в улове ну это на фидер фидерная как бы рыбка была плотва одна что редкость для этого водоема здесь как бы она особо так и не клюет вот мы ее за все время ну сколько мы на этом водоеме были ну сюда приезжаем в течение наверное лет 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 трех наверное ну за все время может плотвичек пять мы словили то есть такое и достаточно крупная плотвица словилась так уклейка уклейка на фидер и все хоть ты возможно попозже вот когда на нерест можно будет на фидер и половить конкретно карася когда он будет жрать то есть не давать подойти той же уклейке пока он такой не очень активно вот уклеечка активно потому что она как бы сейчас начало весны и она отжирается на нерест все ребятки не забываем подписываться на канал комментировать видео всем пока пока